Друзья, всем привет! Это Мификал-подкаст. Снова с вами, как и всегда, Рустам Хакимов. Сегодня, друзья, с нами в кадре Алексей Стрельцов. Здравствуйте. Данил Пересторонен. Вы, наверное, задаетесь вопросом. Где же Айдар? Да, действительно, где он? Мне кажется, его заметили турецкие продюсеры. Он сейчас снимается в клипе? Ну, где-то снимается. Либо на теплоходе работает. Я не знаю, но... Аниматором. Аниматором, да. А как этот сериал называется-то? Великий век? Великолепный век. Великолепный век. Он, наверное, там получил главную роль. Может быть. Вообще странно, что он пропал после выпуска с масонами. Кстати. А появился ты. Я не имею к этому отношения. Сегодня я бы хотел с вами поговорить. Сегодня. Сегодня. Вау! Сегодня я бы хотел поговорить с вами про Маугли. Про Маугли? Это про мальчика, который выжил. Мальчика. Который умел разговаривать с животными. Или его научили. Волки. Не совсем. Ладно, давайте так. Давайте начнем издалека. Вот, я думаю, все смотрели в детстве мультфильм Маугли. И все смотрели Тарзан. Вот с этим вот переводом мы смотрели на Веческассетах. Веческассетах, да. Причем реально круче смотрелось, когда, допустим, пели они на английском песни. И переводили там «Счастливый мир», «Счастливый мир». И как-то, ну, атмосфера. Вы сейчас видели, как нет? С переводом вот это все выглядело. С переводом, кстати, реально. Вот современные диснеевские мультики. Особенно я вот смотрел «Красавица и чудовище», по-моему. Блин, ну прям вообще Кринжа Трон. Что-то теряется, да, вот, когда полностью даже песни поют? Да, да, согласен. Мне больше нравится, когда в мультиках отпускают, ну, субтитры, когда песня поется, и внизу субтитры просто этой песни идут. Ты можешь послушать... Не, ну, русские субтитры, и ты можешь послушать оригинальную песню. Ну да. Но при этом читая перевод. Какой вам мультик больше нравился? Тарзан или Маугли? Давайте раз и навсегда вот с этим разберемся. Мы про Маугли который? Диснеевский или советский? Вообще в целом давайте так спешим. Советский был крутой Маугли. Он был... Не, в детстве реально он был крутой. Да. Правда. Ну, наверное, мне больше Диснеевский нравился. Но это же всегда было круче нарисовано. Анимация там. Я даже помню его сейчас, внешний вид. Нет, это же прям разные персонажи. Это же не один и тот же... Диснеевский, это же Тарзан. Тарзан. Нет, там же Маугли тоже был мальчишка. И Маугли... Я конкретно спрашиваю, кто больше вам нравился, Тарзан или Маугли? Мне Маугли больше нравился. Маугли? Да. Сам мультик про Маугли был как будто, ну, более атмосферный такой. Какой-то, ну... Он не такой френдли, скажем так, как Тарзан. Там все такие веселые, добрые и так далее. А в Маугли как будто там Багира такая вся из себя... Серьезная. Серьезная кошка. Ну, короче, мне больше Маугли нравится. Окей. Ладно. Хорошо. Допустим. Я за Тарзана. Почему? Да я не знаю, блин. Во-первых, муж Королевы. Во-первых, да. Поэтому. А вы видели шоу, которое они там сняли? На пятнице? Да. Такой кринжатрон. Извините. Да, кто не видел, на пятнице вышло шоу, где Королева типа ссорится. С Тарзаном. И она уезжает от него на какой-то остров и живет там в племени. Вот. Ужасно. Специальное племя, в которое все приезжают. Давайте остановимся. Да, давайте. Давайте. Давайте тогда начнем по порядку. Мы сегодня будем говорить как про книги Маугли и Тарзан, вообще про всю эту историю. И в конце я бы хотел с вами поговорить про реальных детей Маугли и вообще обсудить, ну, блин, каково это. Они существуют, да? Да. На самом деле детей Маугли существует только за последние, там, примерно сто лет известно более, по-моему, тысячи случаев, где дети были воспитаны самыми разными животными. Начиная от куриц, заканчивая собаками и, блин, ну, естественно, обезьянами, волками и прочими животными. Какое могут дать курице воспитание ребенка, да? Мне тоже так кажется. Мне вообще интересно, как выглядит ребенок, выращенный курицами. Если без шуток, ну, ужасно. Но он явно мясо не ест. Куриное. Какие вы мерзкие. На родителей руку не поднимут. Не знаю, я слышал, что в деревнях бывает, что кормят куриц тем, что яйца варят и рубят, и в корм кидают. Их кормят. То есть, Саня, каннибализм занимается. Вполне, ну, может, это и не каннибализм, Саня. Может, это не обладотворенные были яйца, конечно. Ну, может. Это не совсем каннибализм. Точнее, что именно я не буду. Зря ты про курицу сказал, мы сейчас не отстанем от них. Ладно, давайте по порядку. Маугли, кто написал книгу? Быстро. Три секунды. Берроус. Неправильно. Радьярд Киплинг. Точно. Берроус написал Тарзана. Тарзана, да, он написал. Вообще, свое вот это необычное имя Радьярд. Прикольно звучит? Вообще звучит. Он получил в честь озера Радьярд, на берегах которого его родители обручились. Прикольно, да? Ну, типа. Ну, да. Как сына назовешь? Это как с Ди Каприо, известная история. Ну-ка, расскажи. Ну, про то, что у них висела то ли картина Леонардо да Винчи. И вот они как бы... А у них типа Леонардо Ди Каприо, да? Поэтому они такие, по-моему, блин, звучит. Нейминг отличный. Нейминг, да, согласен. Он написал... Книга называлась «Книга джунглей». Вот, она называлась «Немаугли». И это был большой сборник рассказов о том, как индийского мальчика воспитали волки. Вот, в этот сборник входили также истории про Рикки Тикитави. Помните? Это был, кстати, большой такой кроссовер. Там еще был в этих джунглях какой-то мифический даже персонаж. Ну, не очень известный, но суть в том, что там было прям много-много рассказов, которые объединялись в одну историю. А Рикки Тикитави — это типа куница, да, что-то было? Нет, куница — это башкирская. Да, а что это за животное было? Ну, просто визуально похоже. Это не куница, господи. Как живо. Которая дерется со змеями. Да. Ну, давай, вот здесь, как ты обычно говоришь, вот здесь появится. Вот здесь появится, да, к сожалению, животное, потому что я не вспомнил. Меня прям напрягает, что я не могу вспомнить. Да, на языке вертится. Ну, ладно, ладно. Киплинга вдохновило отцовство написать эту книгу, потому что он, когда узнал, что станет отцом, ему прям захотелось для своих детей уже подготовить что-то, написать, чтобы рассказывать сказки. Вот. Начал он вот как раз-таки писать книгу джунглей, когда жена ждала первого ребенка. Вот. Дочь Жозефина у него родилась в 892 году, в 1892 году. И согласно утверждениям биографов, он ей дал специальный экземпляр даже, когда вот у нее там исполнилось какое-то день рождения, когда она уже себя, скажем так, ну, осознавала, вот, в котором он написал. Эта книга принадлежит Пин Киплинг, для которой она была написана ее отцом. Блин, здорово вообще. Слушайте, прикольно, да? Ну, типа, у тебя еще ребенок не родился, а ты уже готовишь ему какой-то подарок, причем, ну, не простой, а книгу прям пишешь. Это здорово, когда вообще творческие отцы, да? Это когда есть же известные певцы, которые посвящают своим детям песни. Потом, когда разбираются, вот это дочь, дочери, это там сыну и так далее. И здесь вот сказку, по сути, да, он писал чисто как подарок. Это намного лучше, чем создать отдельный аккаунт в Инстаграме, и туда, типа, мы там сходили туда и так далее. Или, например, создавать бренд имени своего ребенка, да? Кстати. Это тоже прикольно. Кто не понял? Это тоже прикольно. Про гнома Гномыча. А, это я не знаю. Рудковская зарегистрировала торговую марку Гном Гномыч. А, ну и хорошо, что не знал. Да, лучше бы не знал. Вообще, Киплинг, он хоть и родился в Индии, но он даже не посещал те места, которые описывались в книге джунглей. Индия на тот момент была английской колонией. То есть, ну, какой-то из штатов был английской колонией. То есть, он там, по большому счету, с индусами даже не пересекался. Вот, пока там жил. Вот, ну, так или иначе, видимо, вот истории какие-то он слушал. Потому что, наверное, больше половины реально существующих детей Маугли, они родом из Индии. Потому что, видимо, близко джунгли. Ну, верно, да. Очень много... Брошенных. Не то, что брошенных, рождаемость большая. И, видимо, ну, не хочется осуждать индийских родителей, но, видимо, сложно уследить за всеми детьми, когда у тебя вот деревня, вот тут уже все джунгли. Ребеночек. В какой-то момент из пятерых стало четверо. Ну и ладно. Где-то там в джунглях. Вернется. Вернется. Про все эти места, про вообще вот этих животных, которых он описывал, он также их вообще в своей жизни ни разу не видел. Он узнавал от своих друзей и от своего отца. У него друзья были фотографы. Вот они ему рассказали все эти истории. И, соответственно, он написал книгу джунглей. В оригинале книги джунглей, кстати, пантера Багира, она мужского пола. Да, я, кстати, слышал об этом. А почему, интересно? Я вот, честно говоря, пытался вчера найти информацию, почему конкретно у нас в России, вот в российской локализации книжки, ну, в каком-то одном самом популярном переводе, особенно в мультике в советском, почему они сделали ее девочкой, вообще непонятно. А может это, типа, хотели сделать, ну, например, Балу — это образ отца, а Багира — образ матери, например. Или Ка — это образ отца. Отца, скорее всего, Ка, да. Вот, а Багира — это... Ка, наверное, все-таки дедушка. А, хотя, да, дед тоже. А это так, кто отец? Слушайте, прикольная теория, мне нравится. И вот они подумали, что слишком это не подходит под скрепы российские, чтобы Багира тоже была мужчиной. Слишком много мужчин воспитывают одного ребенка. Думаете, тогда так, да? Ну, может быть. Но меня эта теория устраивает. У тебя? А то, что... То, что они сделали, да, ее, Багиру девочкой, чтобы было, я не знаю, ну, типа, в плане сценаристике так, наверное, правильнее, что есть ребенок, у него есть родители, мужчина и женщина. Вот, а Киплинг, видимо, был очень простых правил. Может, он даже не задумался об этом, а просто накидал персонажей. Поговорим сейчас про Тарзана. Не про мужа Наташи Королевы. Хотя было бы тоже интересно. Согласен. Как-нибудь обязательно посетим серию выпусков Тарзана. Человек заслуживает внимания. Каждый должен за свою жизнь побывать на его выступлении. На его месте. В далеком, в 1912 году, в журнале Pulp была опубликована серия рассказов Эдгара Райса Берроуза. О белом мальчике, которого вырастили обезьяны. То есть сразу видим, да, что Маугли воспитывали волки. Ну, волчестая, а здесь обезьяны. Фактически, это были не отдельные рассказы, а целый роман, разделенный на несколько отрывков, который выходил в этой газете с какой-то периодичностью. И история о Тарзане стали настолько популярны среди читателей, что Берроуз написал продолжение романа, а потом еще и серию рассказов. Там всего, по-моему, 20 или даже больше 20 у него выходило сиквелов. А я правильно понимаю, у него были прям книги или только публикации в газете? Началось все с того, что он написал одну книгу о Тарзане. Видимо, не взяли в редакцию целую книгу. И тогда вот как раз в начале 20 века было... Ну, многие авторы так публиковались, какой-то отрывочек в газету закидывали, если видели, что есть какой-то отклик. Либо продолжали там же печататься, либо уже издательство выкупало, давало добро на это, и выходили все. В общем, у Тарзана всего где-то 20 книг продолжения. Причем они достаточно большие. Почему говоришь всего? Это мало, да? Нет, я говорю всего в общем. А, в общем. Больше уже не будет, если ты об этом. К слову, Тарзана как раз-таки воспитали обезьяны. Причем у него, по рассказам, воспитывали именно... Забыл, как они называются. Самые... Шимпанзе. Шимпанзе. В основном это были шимпанзе. Вот. Ты сейчас понял, что я перепутал, что Балу, по-моему, все-таки в Тарзане был. Медведь Балу. Он, по-моему, в Тарзане был, нет? Нет. Нет-нет-нет. В Маугли? В Маугли, да. Да-да, в Маугли. Как будто я помню, что в диснеиской рисовке такой медведь. Но это в диснеевском Маугли. Клево ты в микрофон говоришь и движешь руками. Все, извините, извините. После того, как Тарзан в кратчайшие сроки стал мировым хитом, Киплинг открыто обвинил Беруза в плагиате. Однако Киплинга даже слушать никто не стал, потому что Маугли хоть и получился клевым, и заслужил какое-то признание публики, но по сравнению с Тарзаном вообще даже близко не стоял. Беруз ему на это ответил, что в таком случае ты украл идею у основателей Рима, которых тоже вскормила волчица. Нормальный панч? Нормально. Как-нибудь, кстати, хочу сделать, наверное, выпуск, или, может быть, отдельный какой-то видос про панчи писателей, особенно про панчи Марка Твена. Вы когда-нибудь читали? Нет. Ух, это такой вообще дядя был. Я больше про Хемингуэя слышал, что он нормально, он там красиво жил. То есть мы будем говорить о первоисточниках? Нет, про панчи. Я просто, мне чуть больше 30, и для тех, кто, может быть, нас слушает в этом возрасте, не совсем знаешь, что такое панч. Алексей? Ну, как строится шутка? Идет сначала сетап, где... Сетап, так. Развитие, развитие. Сейчас мы утонем, мне кажется. И потом слом, панч, шутка. То есть это как бы основа. Короче, здесь... В данном контексте это колкий ответ своему оппоненту. А, ну все понятно. В общем-то говоря, Берлс так и... У него много спрашивали, у него брали интервью по поводу, ну, как вам вообще пришла идея написать о мальчике, которого воспитали обезьяны, вообще, как это все произошло. Но тайну происхождения своего персонажа он не раскрыл. Он отвечал каждый раз по-разному. Конечно, потому что он вдохновился с Киплингой. После того, как он так, ну, осадил Киплинга, ему было стремно уже говорить, что он, да я на самом деле вдохновился, вот Киплингом. Клевый у него рассказ был. Я чуть-чуть подкрутился, там обезьян вместо волков поставил. И все. Ну, практически. В какой-то момент все тайное стало явным. И в 1090... В 1959 году мир наконец-то узнал, кем был настоящий Тарзан. То есть у него был реальный прототип. Им был Уильям Чарльз Милдин. Хурму простоил себе. Британец, да. 14-й граф стритом. То есть не просто британец, а привилегированный британец. Удивительная история жизни этого человека была описана в статье Томаса Левелина Джонса, опубликованная в журнале. Говорят, что британский аристократ не просто выжил в африканских джунглях среди обезьян, но и добился высокого статуса у них в стае. То есть он не был их вожаком, как показывали нам в мультике, да, в какой-то момент. А, ну, скажем так, он был что-то типа советника. То есть я сейчас говорю... Советник шипанзы. Ты можешь кривляться, но так все и было. Мне кажется, авторитет у обезьян не так уж и сложно добиться. На самом деле. Хоть они и мощные, но они немного глуповаты, мне кажется, по сравнению с человеком. И можно просто их... Огонь сделал, все, они обалдели. Барат растал. Слушай, ну... Давай так. Это же... Это, скорее всего, происходит в дикой природе. Ну, понятно. Когда тебе мало лет... Насколько мало? Говорят, что в 11 лет. Может, он юный скаут был? В 11 лет попал он туда. Может, юный скаут был? В Британии не было скаутов. А кто были? Не было никого. Как не было? Никого не было. Даже детских пионерлагерей не было. И мне кажется, ну, ладно, добиться обезьяны, ну, где-то там... Ты там, условно, работаешь в зоопарке. Осуждаю в зоопарке, кстати, если что. Или там, ну... Где-то в лаборатории. И ты можешь добиться над обезьяной, там, ну, какого-то превосходства, чтобы она тебя считала вожаком. Но когда ты находишься в джунгле, на их территории, и когда тебе реально 11 лет, я думаю, это... Не очень. Так может, они его... Он же все-таки 11 лет. Может, они его за ребенка-то приняли, и больше как раз-таки у них материнский инстинкт заиграл. Я уверен. Вполне возможно. И потом он подрос. Все-таки 11 лет. Он все равно тоже уже у себя в Британии... Ну, там, в школу-то ходил, наверное. Да нет, да, понятное дело. Тем более, ты говоришь, что он был привилегированным. Соответственно, у него там, наверное, лучшие учителя были. И в 11 лет, как сейчас, в 18 были. И... Ладно, что что? Ты прямо такого себе персонажа нарисовал? Да, я уже вижу себе 11-летнего мальчика в такого... Ну, как горилла, который... Давай, Лёш, пока ты сильно слишком не возбудился, мы продолжим. Да, это жестко. Лорд Милдин оставил полторы тысячи своих мемуаров после того, как вернулся, в которых было подробно вообще описано все его приключения. То есть это действительно реально существовавший человек, который попал в такую ситуацию. Я вам сейчас расскажу. Там, наверное, вообще было много чего рассказать. Да. Короче говоря, в 11 лет он сбежал из дома. То есть у него были очень обеспеченные родители, но по какой-то причине он сбежал из дома и устроился юнгой на один из торговых кораблей. Судно должно было зайти в несколько африканских портов и обогнуть мы с доброй волей. Ну, то есть... Мы с доброй надеждой, я имел в виду. То есть представили, да, чувака, у которого все было, у которого все было классно, поругался с предками. А он уже дауншифтер, да, резко-то? Родители, отстой! Нафиг общество! И свалил. Подожди, ты слово панч не знаешь, а дауншифтер знаешь. Ну, помоложе это слово. Короче говоря, в 1868 году парусник пропал. Его не стало, он попал в какой-то, ну, в очень сильный шторм. И молодого человека выбросило на берег между Пуэнт Нуаром и Либровилем. Это во французской... В французской колонии в Африке. Да, французская колония. Ну, где-то между вот этими... Кот-ди-уар там, где-нибудь там. В этом. В Нижер. Бонсуар. Нет, такой не знаю. Жалюзи, знаешь? Нет, Нижер это... Абдесоль. Нижер и Кот-ди-уар это французские колонии в Африке. И, в общем, корабль потерпел крушение. Все погибли. Его выбросило на берег. Как только он вышел на берег, он понял, что непонятно, что делать. И в какой-то момент он обнаружил стаю обезьян. И с этой стаей обезьян он прожил практически 15 лет. А в средней продолжительности жизни обезьян сколько, интересно? Может, он просто пережил всех там альфа-самцов и... Ты все пытаешься докопаться, почему он стал. Ну, я вот тоже думаю, ну как? Да... Не знаю. Меня больше всего удивляет, что это реальная история. Это реальная история. Это тяжело представить. Вообще. Прикиньте, да, вот, ну... 15 лет с обезьянами... С 11 причем. Да. И там не с 20. Слушайте, давайте вот начнем даже с самого простого. Тебя выбросило из корабля. Ладно, там, ну... На каком-то этом, значит, адреналиновом этом ты ничего не понял. Тебя выбросило. Все, вот ты на берегу. Условно. У тебя ничего нет просто. У тебя ничего. Ну, очевидно, там... Ну, может, ножик. В лучшем случае у него был. В лучшем. В лучшем. В самом лучшем случае был ножик. И там что-то, может, выбросило на берег из обломков корабля. Часа через два, через три ты захотел кушать. Пить, скорее даже. Ну, даже, да. Ну, неважно, пить или кушать. Как минимум, ты уже идешь грустненький, уставший, идешь искать. Потом ты, ладно, нашел, допустим, еду. Попил. Лег как-то поспать. Но ты просыпаешься, на тебя дождь льет. Комары кусают. Все. 11 лет. Это трагедия первого дня. И это в 11 лет. Интересно, что он выжил. То есть, по сути, взрослый ты мужик. Попади на остров необитаемый, да? Он же не пойдет сразу искать племя обезьян, да? Чтобы там с ними скорешиться. У них там уже на сковородке они там яичницы фигарят, да? Телевизор смотрят. То есть, ну, реально, 11 лет пацану. Он же первое время до того, как познакомился, да? С группировкой ОПГ. Шимпанзе ОПГ. То есть, он же реально как-то выжил. Да. Это удивительный ребенок вообще. Удивительный. Ну, конкретно, я думаю, с пропитанием в Африке проблем нет. Конкретно найти какие-то фрукты, кокосы. Бананы, кокосы. Да, что-то еще. Это не проблема. Проблема в том, что, скорее всего, ты грязными руками съешь какой-то банан или там манго. А у него иммунитет все-таки плоховатенький. Он 11 лет прожил в цивилизованном мире. Мы не знаем, к сожалению, насчет его иммунитета. Данных нет, не нашел. К сожалению, нет. Но тут нужно, да, нужно понимать, что это... О, крутой. Мне он очень нравится. Сильная воля у него к жизни. Очевидно. Ну, и это просто еще и огромное везение. Реально, ну, грязными руками ешь и так далее. У обезьян-то немного по-другому кишечник устроен. И это всю заразу там убивает. А представь, человек, который особенно вырос, грубо говоря, в тепличных условиях. Ну, да, я говорю, у него иммунитетный, в принципе. И скушал, у тебя там дизентерия какая-нибудь бахнула, и все. Африканская. Умер от того, что хотелось какать. Вот у нас здесь сидел парень, который турецкая дизентерия хлопнула, и сейчас вот Леша сидит. Так это чья я ему подсыпал? Память Айдара Нагумана. Короче, каким-то чудом он прожил с ними 15 лет. Вот. И как он описывает, его жизнь среди обезьян была достаточно благополучной. Вот. Ну, насколько это возможно в джунглях? Он уже психически нездоровым человеком, мне кажется, вернулся. Вполне. Такие высказывания уже, ну, типа... Мне все хватало. Кроссовки хочу, блин, тяги. Не принесли. Они сбегали для ближайшей деревни, там, цепнули, и все. Сейчас он превратился в какого-то крысиного короля. А у обезьян нет понятий. Ты что, не уважаешь обезьян? Я есть обезьяны бывший. Слыхал за шимпанзином? Ну, тем не менее, когда он, видимо, стал немножко постарше, он все время пытался вернуться к людям и совершал долгие разведывательные вылазки. Я так понимаю, что обезьяны жили, ну, на какой-то определенной территории, они же не кочевые. Ну, к людям, наверное, они не совались. Ну, нет, ну, конечно, да, они жили далеко, и он постоянно совершал какие-то вылазки. Исходя из его вот этих записок, он очень часто находил людей, но каким-то образом он понимал, что это племена каннибалов. Грубо говоря, если мы представим площадку, где жили обезьяны, их вот окружали вот эти племена, в которых жили каннибалы. А, ну, мы же понимаем, что это белый английский мальчик. Вкусный английский мальчик. Деликатесом, мне кажется, там это считалось. Я уверен, да, что он сразу выкупил, хоть и там попал он туда в 11 лет. Ему обезьяны сказали. Может быть и так, что... Они нас съели. Пару наших они съели. Он такой, блин, это каннибалы. Так это не каннибалы. Ну, мы шутка. А, это же просто. Ты хоть руку поднимай, когда шутка говори там. Ну, в смысле? Ну, как обезьяны могли ему что-то сказать? Точно. Не подумал. Ну, ладно. Подъегорил ты меня. То есть вылазки все-таки были к людям, да? Ну, так называемые племена мы называем их. Но это не цивилизация, это были племена. И он чул, что там пахнет жареным. Знакомый запах, да. Значит, сейчас я скажу даже, где он оказался. Уже в 1884 году он оказался в Форт-Ламе. Ну, это какой-то прибрежный небольшой городок. И он телеграфировал оттуда домой. За 15 лет не забыл, как телеграфировать, и языка не забыл. Ну, я не знаю. Наверное, забыл. Он, наверное, с трудом... Не, ну, наверное, он сказал, мне нужно... Ну, мне кажется, за 15 лет реально можно просто забыть язык свой. Легко. За 15 лет. Не соглашусь. Я думаю, когда ты находишься среди, ну, животных, да и даже вообще, ну, условно, на необитаемом острове. Люди, которые, ну, оказывались на необитаемом острове, долго там находились, они все равно могли... Потому что ты говоришь, во-первых... Ну, не 15 лет. Да, здесь что-то срок такой хорошенький, прям 15 лет. Ну, ты говоришь в голове сам с собой. Ты, наверное, сам с собой разговариваешь, ну, прям звуками. Ну, это первые лет пять, мне кажется. А потом ты, типа, начинаешь общаться уже с обезьянами, как бы, на их языке. Как еще раз? Я не понял. Все, и получается, что они тебя понимают. Он так и добился авторитета, потому что выучил их язык. Они сразу поняли, ну, это серьезный парень. Уважаемый человек. Уважаемый человек. Раз телеграфировал, значит, смог объяснить. Давайте не будем докапываться до этого мальчишки. Может быть, ему помогли. Ну, как минимум, наверное, ты знаешь там слово условно Лондон. Ты помнишь, как зовут своих... Ну, как можно за 15 лет забыть, как зовут... Ну, я говорю, ему, скорее всего, помогли. Конечно, ну, очевидно, что помогли. Эта колония, этот, Форт Лами, по-моему, это английская колония, британская. Он как раз британец. Я думаю, там люди, как минимум... Ну, это же было не сразу, типа, быстро смс-ку родителям отправьте. Как минимум... Есть позвонить, есть позвонить, ходил такой по городу. Блин, телефон сел. Да. И все. Друзья, предлагаю сейчас поговорить про реально существующих детей Маугли. И я, когда готовился к этому выпуску, я реально, я начитался столько историй. В общем, был ребенок. И не знаю, к сожалению, он сейчас жив или нет. У одной женщины, это в России было. У нее родился ребенок, и с мужем она там практически сразу развелась. Вот. А у нее в квартире была одна комната выделена под экзотических птиц. То есть у нее жили там попугаи, различные там эти, ну, туканы или... Ну, короче, дофига всяких птиц. И в итоге она сбрендила, и она своего ребенка, мальчика, закрыла в этой комнате. И до 11 лет он жил там с птицами. То есть она, ну, не била, не издевалась. Она заходила молча, кормила, мыла там, стригла его, все такое. И... Ну, он жил с этими самыми птицами. И когда каким-то образом служба опеки обнаружила, ну, что вот такой ребенок происходит, они зашли, они увидели, что он чирикает, что он, ну, не разговаривает, он машет руками, как будто крыльями. И такая штука. Ну, грустная история. Это грустная. Давайте не будем... Это о соседе как бы не знали, что у нее есть ребенок. Слушайте, здесь больше вопросов, чем ответов, честно скажу. Вот. То есть языка он, получается, вообще никакого не знал? Нет, она с ней не разговаривала, она молча заходила, она насыпала птицам корм, ему какую-то крупу, и все. Ну, очевидно, что там какая-то серьезная, серьезное какое-то расстройство личности у матери. Вот такая была... Давайте, ладно, все. Продолжаем нормально. Я сейчас хочу с вами поговорить про Марину Чапман. И вообще, ну, мы же понимаем, что... Извините, ребят, можно хлопочек дать? Я что-то прям этот... Рассказал вам эту жесть, я просто... Расстроился, что ли? Да, мне... Ну, я прям много вчера прочитал. Ну, этого, да, достаточно. Всяк... Там еще более страшные штуки. В конуре там, да, детей держали? Да, в конуре был реально... Как будто бы не совсем про Мауглик. Надо же, чтобы они вообще с людьми не контактировали. А вот это, что в конуре жил и так далее, это как будто просто, ну, насилие издевательства с ребенком. Насилие, да. А не такая ситуация получилась. Ну, он же жил с птицами. Ну, понятно. Ну, давай. Да, все, давайте. Все, это стерли. Хлопай. Ребята, я хочу с вами поговорить сейчас о реально существующей девочке, которую зовут Марина Чапман, которая написала про свои приключения, про свою судьбу книгу, которая называется «Девочка без имени». Кстати, если не знаете, что почитать, я прям рекомендую. Она не очень длинная, но история здесь прям фантастическая. Возможно, приукрасила она ее просто? Ну, это, мы не можем делать такие выводы. Я думаю, каждый, кто прочтет, или вот сейчас мы будем это обсуждать, каждый должен сделать свои какие-то выводы. Пойдет речь о девочке из Колумбии. События происходили в 50-е годы прошлого века. Мы понимаем, да, все, что страны Латинской Америки всегда вообще отличались высоким уровнем преступности. Вот, особенно в послевоенное время. В эту преступность входило как раз-таки похищение детей. С целью дальнейшей их выгодной продажи. Вот. Или получение, ну, какого-то выкупа. Там это было очень популярно. В четырехлетняя девочка была похищена с целью продажи. Но что-то случилось, в общем, у ее похитителей непредвиденное. Когда они шли через дремучие джунгли. И вот эта малышка была ими оставлена в джунглях. Это уже как-то... Не довезли. Да. Звучит уже как-то посерьезнее, да, по сравнению с мальчиком, который уже будучи 11-летним попал. Ну, сам сбежал из дома с какими-то торговцами. Четыре года — это вообще совершенно другое. В четыре года я согласен. Потому что вы вообще помните себя в четыре года? Я вот только хотел добавить. Мы в четыре года, четыре-пять, тире. Мы уже, конечно, бегали по заброшенным садам, воровали яблоки. Но я бы не хотел там больше двух часов оставаться в этих заброшенных садах. Но я к тому, что, может быть, современный четырехлетний ребенок — это прям ребенок. Потому что сейчас опекают вообще очень сильно, да. Мы уже что-то где-то носились там далеко от дома. Ну, вот я конкретно... Мне вот интересно, вы себя прям... Ты себя помнишь в этом возрасте? Ну, только благодаря вот этим историям. А так, в целом, конечно, я не вспомню этот возраст. Я тоже вообще ничего не помню. Я, наверное... Ты прям вообще ничего не помнишь? Я лет, наверное, только с 12 себя помню. Ну, может, чуть-чуть попозже, но в целом... Я не скажу тоже, что я там себя помню в 4 года. У меня есть вот какие-то реально обрывистые воспоминания. Ну, такие вот. С какими-то, да, чисто вот прям как флэшбэк в кино. Там одна картинка всплывает, и все. Но тем не менее, мы же понимаем, что четырехлетний ребенок, он уже себя осознает. То есть там уже есть сознание, и... Ну, в принципе, ходить, разговаривать может. Поэтому я сейчас это говорю к тому, что она уже понимала, что с ней происходит. Восстановить, в общем, дальнейшие события довольно сложно. Известно лишь, что девочке встретилась стая обезьян-капуцин. И она стала держаться с ними. Обезьян-капуцин выглядят вот так. То есть они меньше шимпанзе. Меньше шимпанзе. И они еще более такие... Ну, не бешеные, но они более... Эмоциональные. Эмоциональные такие обезьянки, на самом деле. Эмоциональные. И, в общем-то, она стала держаться с ними. Она сначала, естественно, испугалась. Ну, блин, вот опять же, да, наверное, когда она вспоминала... Наверное, проще вспомнить, когда ты был в таких событиях. У тебя они, наверное, там... Ну, это поярче, да. Да, в мозгу там отпечатываются серьезно. Но обезьяны, видимо, проявили какой-то интерес, потому что они увидели, что это ребенок. Все равно же есть такое ощущение, что животные, ну, как-то по-другому к детям относятся. Так, в целом, вообще, животные к людям относятся даже значительно лучше, наверное, чем люди к людям. То есть, ну, они более преданные, если они принимают к себе. Ну, я сейчас говорю не о диких животных, конечно. Я говорю о кошках, собаках, да, которые там всегда тебя ждут, всегда тебе рады. То есть, ну, человек уже теряет такие качества на постоянной основе в бытовой жизни, да. А животные в этом смысле, я думаю, если ее приняли, стая капуцин, да, обезьян, то они, наверное, уже как бы, ну... Типа относились как к своему, да? Очень, очень близко относились. Очень хорошо. Очень по-доброму, да. Ну, наверное, да, надо полагать, раз уж она выжила, по итогу, да. Мне просто, ну, вот интересен сам вот этот механизм того, что, допустим, ну, у кого-то там живет кошка, да. Ну, обычная кошка, которая живет дома. И кошка там постоянно царапается, со всеми дерется. Но если в доме появляется маленький ребенок, младенец, она будет рядом с ним лежать, ну, ни за что там, не обидит, ничего. Инстинкт, ты хочешь сказать, какой-то такой? Видимо, да. У меня есть теория. Именно вот инстинкт, что вот это детеныш. Оберегает. У меня есть теория. Давай. Ну, люди же испускают феромоны, это же, ну, грубо говоря, доказанная вещь. И, возможно, дети испускают немного иные феромоны, и что на люди, что на животных, рецепторы улавливают эти феромоны. Типа не чувствуется опасность, да, от него? Да, не чувствуется опасность, а наоборот эти феромоны пробуждают материнский инстинкт в животном, как мы знаем. Тоже в целом животные просто более разумные, но в животном у нас тоже есть. И инстинкты эти пробуждаются. Ну, в целом, да, наверное. Но это, наверное, единственная логика, которая может конкретно в этой ситуации произойти. В общем, она сумела выучить их язык, она понимала создаваемые ими звуки, она даже описывает, что, например, свист означает, что обезьяна нашла еду. То есть она приглашает всю стаю. Вот, если обезьяна издает звук сквозь губы, я не знаю, как это, ну, показать, но как-то какой-то горловой звук сквозь губы, это означает опасность. Вот, она это все описывала. И практически все звуки она выучила, и она смогла с ними даже общаться и понимать, что, ну, грубо говоря, обезьяны ей хотят сказать. Вот, но в полной мере общаться она, конечно, с ними не могла. Однажды она получила сильнейшее отравление, вот как раз-таки к речи о том, что мы вот буквально недавно обсуждали. И она описывает это так, что ей было очень плохо, и в какой-то момент глава, там, или вождь вот этой обезьянии стаи, которого она называла дедушка, он подошел, взял ее, там, ну, как-то за руку, проводил до какой-то мутной воды и, типа, показал, что нужно попить. Она описывает, что она попила, ее вырвало ей, там, ну, она ночью, там, видимо, поболела, но, тем не менее, ей стало сразу сильно легче. Прочистил желудок ей? Да, она, ну, в общем-то, она поправилась. Удивительно, на самом деле. Удивительно. Удивительно, согласен. Здесь, наверное, еще надо сделать небольшую ремарку, что мы действительно обсуждаем про историю реально существующего человека. Она жива до сих пор, она уже, ну, взрослая, пожилая, наверное, даже женщина, можно так сказать. И в какой-то момент ученые, ну, или какие-то скептики усомнились в том, что это может быть, но она после этого возвращалась туда. Ее, во-первых, узнавали местные люди, которые там жили и которые видели, ну, когда она попала к людям. То есть люди, а, когда она попала к людям? Да, имеется в виду. Сейчас я расскажу дальше. То есть история, ну, насколько мы можем утверждать, она достоверная. Такая жизнь девочки продлилась пять лет. То есть ей девять уже. Да. Пока ее не нашли случайно забредшие в джунгли охотники. Казалось бы, теперь вот Марина вернется к нормальной жизни, и все будет хорошо. Но не тут-то было. Эти зверобои решили подзаработать на девятилетнем ребенке, и они ее отдали в один из борделей Колумбии. Ужасно. Такая была ситуация. Причем получили они в качестве оплаты за девочку попугая. Интересная, да, история? Какие люди, какие нравы. И ведь даже не скажешь, ну, типа, время такое было, когда мы обсуждаем какую-то древнюю историю. Тогда еще можно сказать, ну, такие времена были. Ну, это же, грубо говоря, совсем недавно было. Это 1955-й, условно, год. Примерно. Это же просто, ну, в голове не укладывается. Да, согласен. Я не удивлюсь, если это и сейчас происходит. Вот такие вещи. В меньших масштабах, наверное, но... Ну, к счастью, вот эта диковатая девочка, потому что, ну, у нее на коленях уже образовались наросты, потому что передвигалась она на четвереньках с обезьянами. Она лазила по деревьям, и выглядела она, ну, объективно диковатой. И человеческую речь она практически всю забыла. Ее, в общем, скажем так, работать по специальности, которая требовалась в борделе, не принуждали. Она там работала уборщицей, ей вот давали какие-то... Ну, еще куда не шло. Да-да-да. Насильственных действий к ней не применялось. По крайней мере, она об этом не пишет. И в какой-то момент, как только... Это произошло примерно через 3-4 года, нахождение ее в борделе. Она уже подучила речь. Она завела каких-то, ну, друзей, там, местных детей, начала так или иначе с ними общаться. Ей удалось сбежать из этого публичного дома. А вскоре она попала в поле зрения социальных служб, потому что она бегала по улице. Говорят, что она стала прям какой-то, ну, головой беспризорников, если так можно сказать. Обезьяна училась. Ну, видимо, да. Зарабатывать авторитет. Да. Тырить по карманам тоже. Обезьяна же тоже хорошо ворует. Наверное, да. Помогала ей выжить на улицах колумбийских. И в какой-то момент ей заинтересовались социальные службы. И, в общем-то говоря, ее перевезли в Великобританию. А у нее родителей не было, что ли? Ну, в смысле, куда они делись? Ее украли и, ну, не обратились в полицию или еще что-то. И, как бы, мне кажется, полиция приглядывает за этими беспризорными детьми, что если у них там какое-то пополнение, а у них висяк по ребенку, они могут в нем распознать этого ребенка. Как будто бы так должно происходить. Должно, но срок давности мог вот все... А сколько прошло? Девять лет? Ну, девять лет. Ой, пять плюс три-четыре? Плюс примерно три-четыре, да. Нет, они уже... Восемь-девять лет. Этими делами не занимались. Мне кажется, детей... По-моему, ну, по крайней мере, сейчас, насколько я знаю, спустя десять лет в пропаже человека уже выдают бумагу о то ли пропавшем бездействии, то ли уже о смерти. Только спустя десять лет. Ну, а может, тогда по-другому? Не знаю, тогда в Колумбии было как-то... Это же, во-первых, у нас все-таки... У нас страна по развитию, чем Колумбия. Ну, по крайней мере, по заявлениям. Вот, а... Меня больше интересует ее имя и фамилия. Марина Чапман. Это не ее настоящее имя и фамилия. Это не фамилия мужа? Ей уже... Фамилия мужа. Мужа Чапман, да? Да. За которого она уже в дальнейшем выйдет замуж. Но она по разным, в общем, источникам... Я что-то не понял ее, если честно. По разным источникам. То ли она сама себе это имя выбрала, то ли ей, ну, кто-то подсказал или назвали ее так. Вот. То есть она, наверное, за девять лет ее просто забыла, свое настоящее оригинальное имя. Она колумбийка изначально. Да, да. Ну, где-то из Колумбии. Где-то из Колумбии. Вот. А по поводу того, что ты говоришь, типа, ну, не искали ее там родители или еще что-то. Блин, это послевоенное время. Очевидно, что Колумбия по уровню преступности, она всегда была на высоте на протяжении практически всей своей истории. Поэтому искать детей, которые девять лет назад пропали примерно, я думаю, к сожалению, это было невозможно. В общем, после того, как она переехала в Великобританию, перевезли ее, она какое-то время пожила вот в этих социальных каких-то приютах. И после этого она нашла работу. Она работала нянечкой долгое время. А после этого она встретила мужчину, который поверил во всю эту историю сумасшедшую. И она вышла за него замуж. И ее дети уже после того, как она описала книгу, у нее появились дети. Ее дети рассказывают, что мама их учила издавать звуки животных. То есть она могла также пародировать птиц, там какие-то обезьянные звуки. Да и уже когда дочери стали взрослыми, они отправлялись в Колумбию. И местные жители вот как раз-таки полностью подтвердили все ее слова. То, что да, действительно, это был ребенок. Видимо, еще местные помнили, как она там. Местные с той обезьян подтвердили. Приехали репортеры к обезьянам такие подошли. Вы знаете эту девушку? И показывают ей фотографии, они такие. Спустя годы вернулась в отчий дом, да? Я вот о чем подумал, как она нянечкой работала. Вот она же с детства, ее, грубо говоря, воспитывали обезьяны. То есть она о воспитании детей знает больше как бы от обезьян, чем от людей. И вот она нянечкой работала и с ними сказала, иди в воду грязную помей, а то что-то у тебя живот болит. Ну, наверное, она уже к тому моменту, как стала работать нянечкой, уже долгое время с людьми прожила. Все-таки она к людям вернулась в возрасте 9 лет. А в 9 лет ребенок, он еще, ну, шкет еще. Я думаю, да. Еще готов принимать. Я думаю, это поправимо, да, что не так уж и долго было ее прибыло. Ну, хотя 5 лет звучит, конечно. Она не совсем в 9 лет вернулась к людям. Она вернулась к людям в 9 лет, но потом она там тоже беспризорницей была. Там тоже, мне кажется, ну, в борделе вряд ли с ней, наверное, кто-то особо общался, так как она была дикая. А потом на улице с детьми беспризорниками. Там были люди неравнодушные. Ну, наверняка были, но она сама, мне кажется, особо их не подпускала к себе, потому что она в них как бы своих не видела, потому что она своих уже видела в капуцинах, а не в людях. То есть она на четвереньках бегала и так далее, ну. Вообще она достойна уважения, потому что... Это 100%. Я не знаю, как можно вот это все забыть, да, и прийти к обычной жизни, стать нянечкой, то есть воспитывать, да, там, следить за другими детьми. Она нашла себе мужчину. Она выпустила книгу автобиографичную. То есть, представляете, я даже представить не могу. Мне кажется, человек, вот, ну, я не знаю, как смотрели же фильмы «Девятая рота», да, вот солдаты, которые были на войне, потом спрашивают, а что ты будешь делать, когда на гражданку вернешься? Они говорят, я буду пить. То есть настолько стресс сильный они испытывали. А прикиньте, вот эта девчонка, да? Но она дальше... Это удивительно, удивительное вообще свойство человека приспосабливаться... Ну, для нас это вообще невообразимо, но как мы видим, исходя из этих всех историй, что, видимо, человек может приспособиться ко всему. Мы так или иначе, ну, вышли же из этих джунглей. Поэтому... Это, как говорится, главное, чтобы было ради чего жить. То есть, видимо, у нее было это, и она... Я думаю, она была ребенком, который... Четыре года. Нет, ну, когда она после этого... Ну, прикинь, вот смотри... Скорее, у нее просто было внутреннее ощущение, что надо жить. Говорят же то, что все триггеры наши, да, все наши проблемы из детства. Ну, прикинь, сколько она там триггеров наловила за весь этот период, а потом еще попадает в бордель, работает вот в этой всей мерзкой атмосфере, грязи, да, ну, то есть разврата. Я не думаю, что она воспринимала эту атмосферу как мерзкую. Да. Потому что дождь не льет. А, уже хорошо, да. Дождь не льет, тебе еду дают, тебе не надо лезть на пальму. Она, наверное, такая асоциальная была, тихая девчонка, да, которая что-то прибирала, там ходила особо не... Не думаю. Да фиг знает. Я думаю, что она была диковато, и людей к себе особо не подпускала. Ты каратиста показываешь. Ну, в смысле, она там, типа, в угол забьется, там сидит на четверенках и, типа, уйдите. Я могу себе представить такую ситуацию, что вот ее привезли в этот бордель, отдали. Ну, так или иначе, жрицы любви, они же женщины в первую очередь. Они увидели, что маленький ребенок, маленькая девочка, ну, в ужасном состоянии. Ну, вот вы представьте, человек пять лет жил в лесу, у нее там какие-то, ну, волосы, наверное, все скатанные были, ногти нестриженные, там, зубы все посколотые. Очевидно, что эти женщины начали за ней как-то ухаживать. Сначала помыли. Тем более, ну, как бы, дети в девять лет, это же ребенок, а ребенок все равно тянется. Он видит ласку какую-то, все равно, ну, хорошее отношение. Там, я не думаю, что ее... Ну, если бы ее там продолжили, ну, не то, что продолжили, если бы ее там начали бить, принуждать к этим отвратительным всем действиям, это было бы, ну, ужасно. Поломан был бы человек. Это был бы поломан человек. Я думаю, ну, в какой-то момент просто эти женщины ее смогли выходить, смогли социализировать. Потом она уже вот немножко подросла на протяжении этих трех лет. Она увидела, что место это вообще не из самых приятных. Может быть, и лучше, видимо. Поэтому она сберегала. Либо вот уже начались какие-то, наверное, намеки на то, что, а что ты только полы подметаешь? Ну, и как-то... Я не знаю, я могу только, к сожалению, предполагать. Пубертат начался. Девять лет? Ну, нет, в смысле, через три года, когда она сбежала, у нее началась вот эта подростковая движуха, протест, все дела. А может и так. Тот же, одиннадцатилетний тоже же сбежал. Только он сбежал из хорошего. Ну, она тоже, скорее всего, лучше уж, чем на улице жить сбежала из борделя. Не знаю. Ну да, здесь мы можем только догадываться. Но так или иначе, слушайте... Может быть, все-таки ее там, может, и обижали немножко, раз она сбежала. Да ну, может быть, ладно, может быть. Хотя дети, им что в голову стрельнет, они убегают. Видишь, одиннадцатилетний из дворянского, грубо говоря, там дома сбежал, одиннадцатилетний из дворянского. Ну, там тоже родители. Мы же не знаем, какие там родители были. Может, они тоже, типа, ты там должен то, а вот это не должен. А ты прочитал там какую-нибудь книгу. Жуливер на каком-нибудь. Да, и я буду путешественником, и все, привет. Поэтому в итоге, ну, я когда готовился к этому выпуску, я в очередной раз убедился, насколько удивительно может быть человек, природа и животные, которые нас окружают, с которыми мы живем на этой планете. Насколько сильно может быть ребенок в четыре года, и, ну, это что-то сумасшедшее вообще. Да, и таких историй много, к сожалению, о них не говорят, именно о воле, да, человека и его приспосабливаемости. Потому что в военные годы тоже, наверное, вот если покопать, да, сколько удивительных историй вообще детей, которые выжили там и в лагерях, да, там немецких, и, в принципе, в каких-то там партизанских отрядах, может быть. Ну, то есть, в целом, это человек вообще мощная такая. Да, человек это очень сильная штука. В целом. На этом, наверное, будем прощаться. Сегодня, друзья, у нас появился, появился, получился вот такой вот выпуск. Пишите, если вам понравится. И все-таки появился Алексей Стрельцов в кадре. Да, пожалуйста, наверное, ждали появления, и вот он. Мы отправляемся на поиски Айдара, потому что непонятно. В джунгли. Непонятно, куда он пропал. А с вами были Рустам Хакимов, Алексей Стрельцов, Данил Пересторонин. Это был Мификал Подкаст. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и раздавите кнопку колокольчика. Бам, бам, бам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok